Михаил Шолохов. Судьба человека. Сокращение. Первая послевоенная весна была на Верхнем Дону на редкость дружная и напористая. В конце марта из Приазовья подули тёплые ветры, и уже через двое суток начисто оголились пески левобережья Дона. В степи вспухли набитые снегом лага и балки, взломав лёд, бешено взыгрались степные речки, и дороги стали почти совсем непроездны. В эту недобрую пору бездорожья мне пришлось ехать в станицу Букановскую. И расстояние небольшое, всего лишь около 60 километров, но одолеть их оказалось не так-то просто. Мы с товарищем выехали до восхода солнца. Только часов через шесть покрыли расстояние в 30 километров, подъехали к переправе через речку Иланку. Неподалёку, на прибережном песке, лежал поваленный плетень. Я присел на него, хотел закурить, но, сунув руку в правый карман ватной стёганки, к великому огорчению обнаружил, что пачка беломора совершенно размокла. Во время переправы волна хлестнула через борт низкосидевшей лодки, по пояс окатила меня мутной водой. Тогда мне некогда было думать о папиросах. Надо было, бросив весло, побыстрее вычерпывать воду, чтобы лодка не затонула. А теперь, горько досадуя на свою оплошность, я бережно извлёк из кармана раскисшую пачку, присел на корточки и стал по одной раскладывать на плетне влажные побуревшие папиросы. Вскоре я увидел, как из-за крайних дворов хутора вышел на дорогу мужчина. Он вёл за руку маленького мальчика. Судя по росту, лет пяти-шести, не больше. Они устало брели по направлению к переправе, но, поравнявшись с машиной, повернули ко мне. Высокий, сутыловатый мужчина, подойдя вплотную, сказал приглушённым басом. «Здорово, браток!» «Здравствуй!» Я пожал протянутую мне большую чёрствую руку. Мужчина наклонился к мальчику, сказал. «Поздоровайся с дядей, сынок! Он, видать, такой же шофёр, как и твой папанька. Только мы с тобой на грузовой ездим, а он вот эту маленькую машину гоняет». Глядя мне прямо в глаза, светлыми, как небушка, глазами, чуть-чуть улыбаясь, мальчик смело протянул мне розовую холодную ручонку. Я легонько потряс её, спросил. «Что же это у тебя, старик, рука такая холодная? На дворе теплынь, а ты замерзаешь?» С трогательной детской доверчивостью малыш приезжался к моим коленям, удивлённо приподнял белёса и бровки. «Какой же я старик, дядя? Я вовсе мальчик, и я вовсе не замерзаю. А руки холодные, снежки катал потому что». Сняв со спины тощий вещевой мешок, устало присаживаясь рядом со мною, отец сказал. «Беда мне с этим пассажиром. Через него и я подбился. Широко шагнёшь, он уже на рысь переходит. Вот и изволь к такому пехотинцу приноравливаться. Там, где мне надо раз шагнуть, я три раза шагаю. Так и идём с ним раздробь, как конь с черепахою. А тут ведь за ним глаз да глаз нужен. Чуть отвернёшься, а он уже по луже не бредёт. Или ледянику отломит и сосёт вместо конфеты. Нет, не мужчинское это дело с такими пассажирами путешествовать, да ещё по ходным порядкам». Мы закурили крепчайшего самосада и долго молчали. Я хотел было спросить, куда он идёт с ребёнком? Какая нужда его гонят в такую распутицу? Но он опередил меня вопросом. «Ты что же, всю войну за баранкой?» «Почти всю». «На фронте?» «Да». «Ну и мне там пришлось, браток, хлебнуть горюшко по ноздри и выше». Он положил на колени большие тёмные руки, сгорбился. Я сбоку взглянул на него, и мне стало что-то не по себе. Видали вы когда-нибудь глаза, словно присыпанные пеплом, наполненные такой неизбывной смертной тоской, что в них трудно смотреть? Вот такие глаза были у моего случайного собеседника. Ещё когда мы в молчании курили, я, украткой рассматривая отца и сынишку, с удивлением отметил про себя одно странное, на мой взгляд, обстоятельство. Мальчик был одет просто, но добротно. И в том, как сидела на нём подбитая лёгкой поношенной цегейкой длиннополая курточка, и в том, что крохотные сапожки были сшиты с расчётом надевать их на шерстяной носок, и очень искусный шов на разорванном когда-то рукаве курточке, всё выдавало женскую заботу, умелые материнские руки. А отец выглядел иначе. Прожжённый в нескольких местах ватник, был небрежно и грубо заштопан, латка на выношенных защитных штанах не пришита как следует, а скорее наживлена широкими мужскими стежками. На нём были почти новые солдатские ботинки, но плотные шерстяные носки изъедены молью, их не коснулась женская рука. Ещё тогда я подумал, «Или вдовец, или живёт не в ладах с женой». Но вот он, проводив глазами сынишку, глухо покашлял, снова заговорил, и я весь превратился в слух. Поначалу жизнь моя была обыкновенная. Сам я уроженец Воронежской губернии, с 1900 года рождения. В гражданскую войну был в Красной армии, в дивизии Киквидзе. В голодный 25-й год подался на Кубань и шачить на кулаков, потому и уцелел. А отец с матерью и сестрёнкой дома померли от голода. Остался один. Родни хоть шаром покати, нигде, никого, ни одной души. Ну, через год вернулся с Кубани, хатинку продал, поехал в Воронеж. Поначалу работал в плотницкой артели, потом пошёл на завод, выучился на слесаря. В скорости женился. Жена воспитывалась в детском доме. Сиротка. Хорошая попалась мне девка. Смирная, весёлая, угодливая и умница. Не мне чета. Она с детства узнала, почём фунт лиха стоит. Может, это и сказалось на её характере. Со стороны глядеть не так уж она была из себя видная. Но ведь я-то не со стороны на неё глядел, а в упор. И не было для меня красивей и желанней её. Не было на свете и не будет. Придёшь с работы усталой, а иной раз и злой, как чёрт. Нет, на грубое слово она тебе не нагрубит в ответ. Ласковая, тихая, не знает, где тебя усадить. Бьётся, чтобы и при малом достатке сладкий кусок тебе сготовить. Смотришь на неё и отходишь сердцем. А спустя немного обнимешь её. Скажешь «Прости, милая Иринка, нахамил я тебе. Понимаешь, с работы у меня нынче не заладилось. Приходилось кое-когда после получки и выпивать с товарищами. И опять же ни тебе упрёка, ни крика, ни скандала. Утром она меня часа за два до работы на ноги подымет, чтобы я размялся. Знает, что на похмелье ей ничего есть не буду. Ну, достанет огурец солёный или ещё что-нибудь по лёгости, нальёт гранёный стаканчик водки. Похмелись, Андрюша. Только больше не надо, мой милый. Да разве же можно не оправдать такого доверия? Вскоре дети у нас пошли. Сначала сынишка родился, через год ещё две девочки. Тут я от товарищей откололся, всю полочку домой несу. В двадцать девятом году завлекли меня машины. Изучил автодело, сел за баранку на грузовой, потом втянулся и уже не захотел возвращаться на завод. За рулём показалось мне веселее. Так и прожил десять лет и не заметил, как они прошли. Прошли, как будто во сне. Да что десять лет? Спроси у любого пожилого человека. Приметил он, как жизнь прожил. Ни черта он не приметил. Прошлое, вот как та дальняя степь в дымке. Утром я шёл по ней, всё было ясно кругом, а отшагал двадцать километров, и вот уже затянула степь дымка, и отсюда уже не отличишь лес от бурьяна, пашню от травокоса. Работал я эти десять лет и день и ночь. Зарабатывал хорошо, жили мы не хуже людей. И дети радовали, все трое учились на отлично, а старшенький, Анатолий, оказался таким способным к математике, что про него даже в центральной газете писали. Откуда у него проявился такой огромадный талант к этой науке, я и сам, браток, не знаю. Только очень мне это было лестно, и гордился я им. Страсть, как гордился. За десять лет скопили мы немного деньжонок и перед войной поставили себе домишко об двух комнатках с кладовкой и коридорчиком. Ирина купила двух коз. Чего еще больше надо? Дети кашу едят с молоком, крыша над головой есть, одеты, обуты, стало быть, все в порядке. Только построился я неловко. Отвели мне участок в шесть суток неподалеку от авиазавода. Будь моя хибарка в другом месте, может, и жизнь сложилась бы иначе. А тут вот она, война. На второй день повестка из военкомата, а на третий, пожалуйте, в эшелон. Провожали меня все четверо моих, Ирина, Анатолий и дочери, Настенька и Олюшка. Другие женщины с мужьями, с сыновьями разговаривают, а моя прижалась ко мне, как лист к ветке, и только вся дрожит, а слово вымолвить не может. Я и говорю ей, возьми же себя в руки, милая моя Иринка, скажи мне хоть слово на прощание. Она и говорит и за каждым словом схлипывает. Родненький мой, Андрюша, не увидимся, мы с тобой больше на этом свете. Тут у самого от жалости к ней сердце на части разрывается, а тут она с такими словами должна бы понять, что мне тоже нелегко с ними расставаться, не к теще на блины собрался. Зло меня тут взяло, силой я разнял ее руки и легонько толкнул в плечи. Толкнул вроде легонько, а сила-то у меня была дурачья. Она попятилась, шага три отступнула назад и опять ко мне идет мелкими шажками, руки протягивает, а я кричу ей, да разве же так прощаются, что ты меня раньше времени не заживо хоронишь. Ну, опять обнял ее, вижу, что она не в себе. Он на полусловии резко оборвал рассказ и в наступившей тишине я услышал, как у него что-то клокочет и булькает в горле. Чужое волнение передалось и мне. Искосо взглянул я на рассказчика, но ни единой слезинки не увидел в его словно бы мертвых, потухших глазах. Он сидел понуро, склонив голову, только большие, безвольно опущенные руки мелко дрожали. Дрожал подбородок, дрожали твердые губы. Не надо, друг, не вспоминай, тихо проговорил я. Но он, наверное, не слышал моих слов и каким-то огромным усилием воли, поборов волнение, вдруг сказал охрипшим, странно изменившимся голосом. До самой смерти, до последнего моего часа помирать буду, а не прощу себе, что тогда ее оттолкнул. Оторвался я от Ирины, взял ее лицо в ладони, целую, а у нее губы как лед. С детишками попрощался, бегу к вагону, уже на ходу вскочил на подножку. Поезд взял с места тихо-тихо, проезжать мне мимо своих. Гляжу, детишки мои осиротелые в кучку сбились, руками мне машут, хотят улыбаться, а оно не выходит. А Ирина прижала руки к груди, губы белые, как мел, что-то она шепчет, смотрит на меня, не сморгнет, а сама вся вперед клонится, будто хочет шагнуть против сильного ветра. Такой она и в памяти мне на всю жизнь осталась. Руки прижатые к груди, белые губы и широко раскрытые глаза, полные слез. По большей части такой я ее и во сне всегда вижу. Только не пришлось мне и года повоевать. Два раза за это время был ранен, но оба раза по легости. Один раз в мякоть руки, другой в ногу. Первый раз пули с самолета, другой осколком снаряда. Дырявил немец мне машину и сверху, и с боков, но мне браток везло на первых порах. Везло, везло, да и довезло до самой ручки. Попал я в плен под лозовеньками в мае 42-го года. При таком неловком случае немец тогда здорово наступал, и оказалась одна наша 122-мм гаубичная батарея почти без снарядов. Нагрузили мою машину снарядами по самую завязку, и сам я на погрузке работал так, что гимнастерка к лопаткам прикипала. Надо было сильно спешить, потому что бой приближался к нам. Слева чьи-то танки гремят, справа стрельба идет, впереди стрельба, и уже начала попахивать жареным. Командир нашей автороты спрашивает, проскочишь Соколов? А тут и спрашивать нечего было, там товарищи мои, может, погибают, а я тут чухаться буду. Какой разговор, отвечаю ему, я должен проскочить, и баста. Ну, говорит, дуй, жми на всю железку. До батареи остался какой-нибудь километр. Уже свернул я на проселок, а добраться до своих мне, браток, не пришлось. Видно, из дальнобойного, тяжелый положил он мне возле машины. Не слыхал я ни разрыва, ничего, только в голове, будто что-то лопнуло, и больше ничего не помню. Как остался я живой тогда, не понимаю. И сколько времени пролежал метрах восьми от кювета, не соображу. Очнулся, а встать на ноги не могу. Голова у меня дергается, всего трясет, будто в лихорадке. В глазах темень, в левом плече что-то скрипит и похрустывает, и боль во всем теле такая, как, скажи, меня двое суток подряд били, чем попадя. Долго я по земле на животе елозил, но кое-как встал. Однако, опять же, ничего не пойму, где я и что со мной стряслось. Память-то мне начисто боюсь, что ляжу и больше не встану, помру. Стою и качаюсь из стороны в сторону, как тополь в бурю. Когда пришел в себя, опомнился и огляделся как следует. Сердце будто кто-то плоскогубцами сжал. Кругом снаряды валяются, какие я вез, неподалеку моя машина, вся в клочья побитая, лежит вверх колесами. А бой-то уже сзади меня идет. Это как? Нечего греха таить. Вот тут у меня ноги сами собою подкосились. И я упал как срезанный, потому что понял, что я уже в окружении, а скорее сказать, в плену фашистов. Вот как оно на войне бывает. Ну вот, стало быть, лежу я и слышу. Танки гремят, четыре немецких средних танка на полном газу прошли мимо меня туда, откуда я со снарядами выехал. Каково это было переживать? Потом тягачи с пушками потянулись, полевая кухня проехала, потом пехота пошла. Не густо? Так, не больше одной битой роты. Погляжу, погляжу на них краем глаза, и опять прижму щекой к земле, глаза закрою. Тошно мне на них глядеть, и на сердце тошно. Думал, все прошли. Приподнял голову. А их шесть автоматчиков, вот они, шагают метрах в ста от меня. Гляжу, сворачивают с дороги и прямо ко мне. Идут молчком. Вот думаю, смерть моя на подходе. Я сел, неохота лежа помирать, потом встал. Один из них, не доходя шагов нескольких, плечом дернул, автомат снял. Молодой парень, с собой ладный такой, чернявый, а губы тонкие, в нитку и глаза с прищуром. Этот убьет и не задумается, соображаю про себя. Так оно и есть, скинула на автомат. Я ему прямо в глаза гляжу, молчу, а другой ефрейтор что ли, постарше его возрастом, можно сказать пожилой, что-то крикнул, отодвинул его в сторону, подошел ко мне, лопочет по-своему и правую руку мою в локте сгибает, мускул значит щупает. Попробовал и говорит «О-о-о!» и показывает на дорогу, на заход солнца. Топай, мол, рабочая скотина, трудится на наш рейх. Хозяином оказался сукин сын. А ходок тогда из меня был никудышный, в час по километру, не больше. Ты хочешь вперед шагнуть, а тебя из стороны в сторону качает, возит по дороге как пьяного. Прошел немного и догоняет меня колонна наших пленных из той же дивизии, в какой я был. Гонят их человек десять немецких автоматчиков. Тот, какой впереди колонны шел, поравнялся со мной и, не говоря худого слова, наотмаш хлестнул меня ручкой автомата по голове. Упади я, и он пришил бы меня к земле очередью. Но наши подхватили меня на лету, затолкали в середину и с полчаса вели под руки. А когда я очухался, один из них шепчет. Боже, тебя упаси падать. Иди из последних сил, они то убьют. И я из последних сил, но пошел. Куда меня только не гоняли за два года плена. Половину Германии объехал за это время. В начале сентября из лагеря под городом Кюстрином перебросили нас 142 человека советских военнопленных в лагерь Б-14, неподалеку от Дрездена. К тому времени в этом лагере было около двух тысяч наших. Все работали на каменном карьере. Вручную долбили, резали, крошили немецкий камень. Норма – 4 кубометра в день на душу. Заметь, на такую душу, какая и без этого чуть-чуть на одной ниточке в теле держалась. Тут и началось. Через два месяца от 142 человек нашего эшелона осталось нас 57. А лагерная охрана каждый день пьет, песни горланят, радуются, ликуют. И вот как-то вечером вернулись мы в барак с работы. Целый день дождь шел, лохмотя на нас хоть выжми. Все мы на холодном ветру продрогли, как собаки, зуб на зуб не попадает. А обсушиться негде. Согреться – то же самое. И к тому же голодные не то что до смерти, а даже еще хуже. Но вечером нам еды не полагалось. Снял я себя мокрое рванье, кинул на нары и говорю. Им по 4 кубометра выработки надо, а на могилу каждому из нас и одного кубометра через глаза хватит. Только и сказал, но ведь нашелся же из своих какой-то подлец донес коменданту лагеря про эти мои горькие слова. Комендантом лагеря, или по ихнему лагерь фюрером, был у нас немец Мюллер. Невысокого роста, плотный, белобрысый, и сам весь какой-то белый. И волосы на голове белые, и брови, и ресницы, даже глаза у него были белесые, на выкате. По-русски говорил, как мы с тобой. Да еще на О налегал, будто коренной волжанин. Бывало, выстроит нас перед блоком. Барак они так называли. Идет перед строем со своей сворой эсэсовцев. Правую руку держит на отлете. Она у него в кожаной перчатке, а в перчатке свинцовая прокладка, чтобы пальцев не повредить. Идет и бьет каждого второго в нос, кровь пускает. Это он называл профилактикой от гриппа. И так каждый день. Всего 4 блока в лагере было. И вот он нынче первому блоку профилактику устраивает. Завтра второму. И так далее. Аккуратный был гад. Без выходных работал. Так вот, этот самый комендант на другой день, после того, как я про кубометры сказал, вызывает меня. В комендантской цветы на окнах, чистенько, как у нас в хорошем клубе. За столом все лагерное начальство. Пять человек сидят, шнапс глушат и салом закусывают. На столе у них початая здоровенная бутыль со шнапсом. Хлеб, сало, моченые яблоки, открытые банки с разными консервами. Мигом оглядел я всю эту жратву. И не поверишь, так меня замутило, что за малым не вырвало. Я же голодный, как волк. Отвык от человеческой пищи, а тут столько добра перед тобою. Кое-как задавил тошноту, но глаза оторвал от стола через великую силу. Прямо передо мною сидит полупьяный мюллер, пистолетом играется, перекидывает его из руки в руку, а сам смотрит на меня и не моргнет, как змея. Но я руки по швам, стоптанными каблуками щелкнул, громко так докладываю. Военнопленный Андрей Соколов, по вашему приказанию, геркомендант явился. Он и спрашивает меня. Так что же, Рус Иван, четыре кубометра выработки это много? Так точно, говорю, геркомендант, много. А одного тебе на могилу хватит? Так точно, геркомендант, вполне хватит и даже останется. Он встал и говорит. Я окажу тебе великую честь. Сейчас лично расстреляю тебя за эти слова. Здесь неудобно. Пойдем во двор, там ты и распишешься. Воля ваша, говорю ему. Он постоял, подумал, а потом кинул пистолет на стол и наливает полный стакан шнапса. Кусочек хлеба взял, положил на него ломтик сала и все это подает мне и говорит. Перед смертью выпей, Рус Иван, за победу немецкого оружия. Я было из его рук и стакан взял, и закуску, но как только услыхал эти слова, меня будто огнем обожгло. Думаю про себя. Чтобы я, русский солдат, достал пить за победу немецкого оружия. А кое-чего ты не хочешь, геркомендант? Один черт мне умирать, так провались ты пропадом со своей водкой. Поставил я стакан на стол, закуску положил и говорю. Благодарствую за угощение, но я не пьющий. Он улыбается. Не хочешь пить за нашу победу? В таком случае выпей за свою погибель. А что мне было терять? За свою погибель и избавление от мок я выпью, говорю ему. Семь взял стакан и в два глотка вылил его в себя, а закуску не тронул. Вежливенько вытер губы ладонью и говорю. Благодарствую за угощение. Я готов, геркомендант. Пойдемте, распишите меня. Но он смотрит внимательно так и говорит. Ты хоть закуси перед смертью. Я ему на это отвечаю. Я после первого стакана не закусываю. Наливает он второй. Подает мне. Выпил я и второй, и опять же закуску не трогаю. На отвагу бью. Думаю, хоть напьюсь перед тем, как во двор идти, с жизнью расставаться. Высоко поднял комендант свои белые брови. Спрашивает. Что же не закусываешь, Рос Иван? Не стесняйся. А я ему свое. Извините, геркомендант. Я и после второго стакана не привык закусывать. Надул он щеки, фыркнул, а потом как захохочет и сквозь смех что-то быстро говорит по-немецки. Видно, переводят мои слова друзьям. Те тоже рассмеялись, стульями задвигали, поворачиваются ко мне мордами и уже замечаю, как-то иначе на меня поглядывают. Вроде помягче. Наливает мне комендант третий стакан, а у самого руки трясутся от смеха. Этот стакан я выпил в растяжку, откусил маленький кусочек хлеба, остаток положил на стол. Захотелось мне им проклятым показать, что хотя я из голоду пропадаю, но давиться ихней подачкой не собираюсь, что у меня есть свое русское достоинство и гордость, и что в скотину они меня не превратили, как ни старались. После этого комендант стал серьезной с виду, поправил у себя на груди два железных креста, вышел из-за стола безоружной и говорит. Вот что, Соколов, ты настоящий русский солдат, ты храбрый солдат. Я тоже солдат и уважаю достойных противников. Стрелять я тебя не буду. К тому же сегодня наши доблестные войска вышли к Волге и целиком овладели Сталинградом. Это для нас большая радость, а потому я великодушно дарю тебе жизнь. Ступай в свой блок, а это тебе за смелость. И подает мне со стола небольшую буханку хлеба и кусок сала. Прижал я хлеб к себе изо всей силы, сало в левой руке держу и до того растерялся от такого неожиданного поворота, что и спасибо не сказал. Сделал налево кругом, иду к выходу, а сам думаю, засветит он мне сейчас промеж лопаток и не донесу ребятам этих харчей. Нет, обошлось. И на этот раз смерть мимо меня прошла, только холодком от нее потянуло. Вышел я из комендантской на твердых ногах, а во дворе меня развезло. Валился в барак и упал на цементный пол без памяти. Разбудили меня наши еще в потемках. Рассказывай. Ну, я припомнил, что было в комендантской. Рассказал им. Как будем харчи делить? Спрашивает мой сосед по нарам, а у самого голос дрожит. Всем поровну, говорю ему. Дождались рассвета. Хлеб и сало резали суровой ниткой. Досталось каждому хлеба по кусочку со спичечную коробку. Каждую крошку брали на учет. Ну, а сало, сам понимаешь, только губы помазать. Однако поделили без обиды. Как-то выстроили нас всю дневную смену, и какой-то приезжий обер-лейтенант говорит через переводчика. Кто служил в армии или до войны работал шофером, шаг вперед. Шагнуло нас семь человек, бывшей шоферни. Дали нам поношенную спецовку, направили под конвоем в город Потсдам. Возил я на опель-адмирале немца-инженера в чине майора армии. Ох и толстый же был фашист. Маленький, пузатый, что в ширину, что в длину одинаковой. И в заду плечистый, как справная баба. Спереди у него над воротником мундира три подбородка висят, и позади, на шее, три толстючих складки. На нем, я так определял, не менее трех пудов чистого жиру было. Ходит, пыхтит, как паровоз, а жрать сядет, только держись. Целый день, бывало, жует, да коньяк из фляжки потягивает. Кое-когда и мне от него перепадало. В дороге остановится, колбасы нарежет, сыру, закусывает и выпивает. Когда в добром духе, и мне кусок кинет, как собаки. В руки никогда не давал. Нет, считал это для себя за низкое. Но как бы то ни было, а с лагерем же не сравнить. И понемногу стал я запохаживать на человека. Помалу, но стал поправляться. Недели две возил я своего майора из Потсдама в Берлин и обратно, а потом послали его в прифронтовую полосу на строительство оборонительных рубежей против наших. И тут я спать окончательно разучился. Ночи напролет думал, как бы мне к своим на родину сбежать. Приехали мы в город Полоцк. На заре услыхал я в первый раз за два года, как громыхает наша артиллерия. И знаешь, браток, как сердце забилось. Холостой еще ходил к Ирине на свидание, и то оно так не стучало. Бои шли в восточнее Полоцка уже километрах восемнадцати. Немцы в городе злые, стали нервные, а толстяк мой все чаще стал напиваться. Днем за городом с ним ездим, и он распоряжается, как укрепление строить, а ночью в одиночку пьет. А пух весь, под глазами мешки повисли. Ну, думаю, ждать больше нечего. Пришел мой час. И надо не одному мне бежать, а прихватить собою и моего толстяка. Он нашим сгодится. Тут немцы сзади бьют, а тут свои очертели, из автоматов мне навстречу строчат. В четырех местах ветровое стекло пробили, радиатор попороли пулями. Но вот уже лесок над озером. Наши бегут к машине. Я вскочил в этот лесок, дверцу открыл, упал на землю и целую ее. И дышать мне нечем. Молодой парнишка на гимнастерке, у него защитные погоны, каких я еще в глаза не видал. Первым подбегает ко мне, зубы скалит. Ага, чертов фриц, заблудился. Рванул я с себя немецкий мундир, пилотку под ноги кинул. И говорю ему, милый ты мой губошлеп, сынок дорогой, какой же я тебе фриц, когда я природный воронежец. В плену я был, понятно? А сейчас отвяжите этого Борова, какой в машине сидит. Возьмите его портфель и ведите меня к вашему командиру. Сдал я им пистолет и пошел из рук в руки. А к вечеру очутился уже у полковника, командира дивизии. К этому времени меня и накормили, в баню сводили, и допросили, и обмундирование выдали. Так что явился в блиндаж к полковнику, как и полагается, душой и телом чистой и в полной форме. Полковник встал из-за стола, пошел мне навстречу. При всех офицерах обнял и говорит, спасибо тебе, солдат, за дорогой гостиниц, какой привез от немцев. Твой майор с его портфелем нам дороже двадцати языков. Буду ходатайствовать перед командованием о представлении тебя к правительственной награде. А я от этих слов его от ласки сильно волнуюсь. Губы дрожат, не повинуются, только и мог из себя выдавить. Прошу, товарищ полковник, зачислить меня в стрелковую часть. Но полковник засмеялся, похлопал меня по плечу. Какой из тебя вояка, если ты на ногах еле держишься? Сегодня же отправлю тебя в госпиталь. Из госпиталя сразу же написал Ирине письмо. Описал все коротко, как был в плену, как бежал вместе с немецким майором. И скажи на милость, откуда эта детская похвальба у меня взялась? Не утерпел таки, сообщил, что полковник обещал меня к награде представить. Две недели спал и ел. Кормили меня помалу, но часто. Иначе, если бы давали еды в волю, я бы мог загнуться, так доктор сказал. Набрался селенок вполне, а через две недели куска в рот взять не мог. Ответа из дома нет, и я, признаться, затасковал. Еда и на ум не идет, сон от меня бежит, всякие дурные мыслишки в голову лезут. На третьей неделе получаю письмо из Воронежа. Но пишет не Ирина, а сосед мой, Столяр Иван Тимофеевич. Не дай бог никому таких писем получать. Сообщает он, что еще в июне 42-го года немцы бомбили авиазавод, и одна тяжелая бомба попала прямо в мою хатинку. Ирина и дочери как раз были дома. Ну, пишет, не нашли от них и следа. И на месте хатинки глубокая яма. Не дочитал я в этот раз письмо до конца. В глазах потемнело, сердце сжалось в комок и никак не разжимается. Прилег я на койку, немного отлежался, дочитал. Пишет сосед, что Анатолий во время бомбежки был в городе. Вечером вернулся в поселок, посмотрел на яму и в ночь опять ушел в город. Перед уходом сказал соседу, что будет проситься добровольцем на фронт. Вот и все. Когда сердце рожалось и в ушах зашумела кровь, я вспомнил, как тяжело расставалась со мною моя Ирина на вокзале. Рассказчик на минуту умолк, а потом сказал уже иным, прерывистым и тихим голосом. Давай, браток, перекурим, а то меня что-то у души давит. Что же дальше? Дальше-то, нехотя отозвался рассказчик. Дальше получил я от полковника месячный отпуск. Через неделю был уже в Воронеже. Пешком дотопал до места, где когда-то семейно жил. Глубокая воронка, налитая ржавой водой. Кругом бурьян по пояс. Глушь, тишина кладбищенская. Ох, и тяжело же было мне, браток. Постоял, поскорбел душою и опять пошел на вокзал. И часу оставаться там не мог. В этот же день уехал обратно в дивизию. Но месяца через три мне блеснула радость, как солнышко из-за тучи. Нашелся Анатолий. Прислал письмо мне на фронт. Видать, с другого фронта. Адрес мой узнал от соседа, Ивана Тимофеевича. Оказывается, попал он поначалу в артиллерийское училище. Там-то и пригодились его таланты к математике. Через год с отличием закончил училище, пошел на фронт, и вот уже пишет, что получил звание капитана. Командует батареей сорокопяток. Имеет шесть орденов и медали. И начались у меня по ночам стариковские мечтания. Как война кончится, как сына женю, и сам при молодых жить буду. Плотничать и внучат нянчить. Словом, всякая такая стариковская штука. Но и тут получилась у меня полная осечка. Зимой наступали мы без передышки, и особо часто писать друг другу нам было некогда. А к концу войны, уже возле Берлина, утром послал Анатолию письмишко, а на другой день получил ответ. И тут я понял, что подошли мы с сыном германской столицы разными путями, но находимся один от одного поблизости. Жду не дождусь, прямо-таки не чаю, когда мы с ним свидимся. Ну и свиделись. Аккурат 9 мая, утром в День Победы, убил моего Анатолия немецкий снайпер. В скорости меня демобилизовали. Куда идти? Неужто Воронеж? Ни за что. Вспомнил, что в Урюпинске живет мой дружок, демобилизованный еще зимой у поранению. Он когда-то приглашал меня к себе. Вспомнил и поехал в Урюпинск. Приятель мой и жена его были бездетные, жили в собственном домике на краю города. Он, хотя и имел инвалидность, но работал шофером во второте. Устроился и я туда же. Поселился у приятеля, приютили они меня. Разные грузы перебрасывали мы в районы, осенью переключились на вывозку хлеба. В это время я и познакомился с моим новым сынком. Вот с этим, какой в песке играется. Из рейса, бывало, вернешься в город. Понятно, первым делом в чайную. Перехватить чего-нибудь? Ну, конечно, и сто грамм выпить с устатка. К этому вредному делу, надо сказать, я уже пристрастился как следует. И вот один раз вижу возле чайной этого парнишку. На другой день опять вижу. Этакий маленький оборвыш, личика все в арбузном соку, покрытым пылью. Грязный, как прах, не чесанный, а глазенки, как звездочки ночью после дождя. И до того он мне полюбился, что я уже чудное дело начал скучать по нем. Около чайной он накормился. Кто что даст. На четвертый день прямо из совхоза, груженный хлебом, подворачиваю к чайной. Парнишка мой там сидит на крыльце, ножонками болтает и по всему, видать, голодный. Высунулся я в окошко, кричу ему. Эй, Ванюша, садись скорее на машину, прокачу на элеватор, а оттуда вернемся сюда пообедаем. Он от моего окрика вздрогнул, соскочил с крыльца, на подножку вскарабкался и тихо так говорит. А вы откуда знаете, дядя, что меня Ваней зовут? И глазенки широко раскрыл, ждет, что я ему отвечу. Ну, я ему говорю, что я, мол, человек бывалый и все знаю. Зашел он с правой стороны, я дверцу открыл, посадил его рядом с собой. Поехали. Шустрый такой парнишка, а вдруг чего-то притих, задумался и нет-нет, да и взглянет на меня из-под длинных своих загнутых кверху ресниц, вздохнет. Такая малая птаха, а уже научился вздыхать. Его ли это дело? Спрашиваю. Где же твой отец, Ваня? Шепчет. Погиб на фронте. А мама? Маму бомбой убила в поезде, когда мы ехали. А откуда вы ехали? Не знаю, не помню. И никого у тебя тут родных нету? Никого. Где же ты ночуешь? А где придется? Закипела тут во мне горючая слеза, и сразу я решил, не бывать тому, чтобы нам порознь пропадать. Возьму его к себе в дети. И сразу у меня на душе стало легко и как-то светло. Наклонился я к нему, тихонько спрашиваю. Ванюшка, а ты знаешь, кто я такой? Он и спросил, как выдохнул. Кто? Я ему и говорю так же тихо. Я твой отец. Боже мой, что тут произошло? Кинулся он ко мне на шею, целует в щеки, в губы, в лоб, а сам, как свиристель, так звонко и тоненько кричит, что даже в кабинке глушно. Папка, родненький, я знал, я знал, что ты меня найдешь. Все равно найдешь. Я так долго ждал, когда ты меня найдешь. Прижался ко мне и весь дрожит, будто травинка под ветром. А у меня в глазах туман, и тоже всего дрожь бьет, и руки трясутся. Как я тогда руля не упустил, диву можно даться. Но в кювет все же нечаянно съехал, заглушил мотор. Пока туман в глазах не прошел, побоялся ехать, как бы на кого не наскочить. Постоял так минут пять, а сынок мой все жмет ко мне изо всех селенок, молчит, вздрагивает. Обнял я его правой рукой, потихоньку прижал к себе, а левый развернул машину, поехал обратно, на свою квартиру. Какой уж там мне элеватор, тогда мне не до элеватора было. Бросил машину возле ворот, нового своего сынешку взял на руки, несу в дом. А он как обвил мою шею ручонками, так и не оторвался до самого места. Прижался своей щекой к моей небритой щеке, как прилип. Так я его и внес. Хозяин и хозяйка в аккурат дома были. Вошел я, моргаю им обоими глазами, бодро так говорю. Вот и нашел я своего вонюшку. Принимайте нас, добрые люди. Они, оба мои бездетные, сразу сообразили, в чем дело. Засуетились, забегали, а я никак сына от себя не оторву. Но кое-как уговорил. Помыл ему руки с мылом, посадил за стол, хозяйка щей ему в тарелку налила. Да как глянула, с какой он жадностью ест, так и залилась слезами. Стоит у печки, плачет себе в передник. Ванюшка мой увидал, что она плачет. Подбежал к ней, дергает ее за подол и говорит, тетя, зачем же вы плачете? Папа нашел меня возле чайной. Тут всем радоваться надо, а вы плачете. Первое время он со мной на машине в рейсы ездил. Потом понял я, что так не годится. Одному мне что надо? Краюшку хлеба и луковицу с солью. Вот и сыт солдат на целый день. А с ним дело другое. То молока ему надо добывать, то яичко сварить. Опять же, без горячего ему никак нельзя. Но дело-то не ждет. Собрался с духом, оставил его на попечение хозяйки. Так он до вечера слезы точил, а вечером удрал на элеватор встречать меня. До поздней ночи ожидал там. Трудно мне с ним было на первых порах. Один раз легли спать, еще засыпло. Днем наморился я очень. И он-то всегда щебечет, как воробушек, а то что-то примолчался. Спрашиваю, «Ты о чем думаешь, сынок?» А он меня спрашивает, сам в потолок смотрит. «Папка, ты куда свое кожаное пальто делал?» «В жизни у меня никогда не было кожаного пальто. Пришлось изворачиваться?» «Воронеже осталось», говорю ему. «А ты думаешь, браток, про кожаное пальто он зря спросил?» «Нет, все это неспроста. Значит, когда-то отец его настоящий носил такое пальто, вот ему и запомнилось. Ведь детская память, как летняя зорница, вспыхнет, на коротке осветит все и потухнет. Так и у него память, вроде зорницы, проблесками работает. Может, и жили бы мы с ним еще годик в Рюпинске, но в ноябре случился со мной грех. Ехал по грязи, в одном хуторе машину мою занесло, а тут корова подвернулась. Я избил ее с ног. Ну, известное дело, бабы крик подняли, народ сбежался, и автоинспектор тут как тут. Отобрал у меня шоферскую книжку, как я не просил его смилостивиться. Корова поднялась, хвост задрала и пошла скакать по переулкам. А я книжки лишился. Зиму проработал плотником, а потом списался с одним приятелем. Тоже сослуживцем. Он в вашей области, в Кошарском районе, работает шофером. И тот пригласил меня к себе. Пишет, что, мол, поработаешь полгода по плотницкой части, а там в нашей области выдадут тебе новую книжку. Вот мы с сынком и командируемся, в Кошары, походным порядком. Все это, браток, ничего бы, как-нибудь мы с ним прожили бы. Да вот сердце у меня раскачалось, поршня надо менять. Иной раз так схватит и пережмет, что белый свет в глазах меркнет. Боюсь, что когда-нибудь во сне помру и напугаю своего сынишку. А тут еще одна беда. Почти каждую ночь своих покойников, дорогих, во сне вижу. И все больше так, что я за колючей проволокой, а они на воле, по другую сторону. Разговариваю обо всем и с Ириной, и с детишками, но только хочу проволоку руками раздвинуть. Они уходят от меня, будто тают на глазах. И вот удивительное дело. Днем я всегда крепко себя держу. Из меня ни оха, ни вздоха не выжмешь. А ночью проснусь, и вся подушка мокрая от слез. В лесу послышался голос моего товарища. Плеск весла по воде. Чужой, но ставший мне близким человек поднялся, протянул большую, твердую, как дерево, руку. «Прощай, браток, счастливо тебе!» «И тебе счастливо добраться до кошар!» «Благодарствую!» «Эй, сынок, пойдем к лодке!» Мальчик подбежал к отцу, пристроился справа и, держась за полу отцовского ватника, засеменил рядом с широко шагавшим мужчиной. Два осиротевших человека, две песчинки, заброшенные в чужие края военным ураганом невиданной силы. Что-то ждет их впереди. И хотелось бы думать, что этот русский человек, человек неизгибаемой воли, выдюжит, и около отцовского плеча вырастет тот, который, и повзрослев, сможет все вытерпеть, все преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина. С тяжелой грустью смотрел я им вслед. Может быть, все и обошлось бы благополучно при нашем расставании. Но Ванюшка, отойдя несколько шагов и заплетая куцами ножками, повернулся на ходу ко мне лицом, помахал розовой ручонкой, и вдруг словно мягкая, но когтистая лапа сжала мне сердце, и я поспешно отвернулся. Нет, не только во сне плачут пожилые, посидевшие за годы войны мужчины, плачут они и наяву. Тут главное успеть вовремя отвернуться. Тут самое главное не ранить сердце ребенка, чтобы он не увидел, как бежит по твоей щеке жгучая и скупая мужская слеза.